Безусловно, главным экономическим событием в нашем крае стало проведение 11-го Красноярского экономического форума. Надо признать, что форум вовсе не сдаёт своих позиций с годами, а даже наоборот привлекает всё большее внимание. В этот раз он стал рекордным. 5 тысяч заявок на участие – это в полтора раза больше, чем прежде. 71 российский регион, то есть почти вся страна, и представители из 33 зарубежных государств – это тоже в полтора раза больше, чем прежде. Видимо, всех заинтересовала очень точно подобранная главная тема КЭФа, а это новые источники роста. В таких вопросах выводы сразу не делаются, собирается материал для размышления, и уже потом будут приниматься решения. Мы решили вкратце напомнить, что же за материал для размышления оставили эксперты, и как они по-разному понимают новые точки роста для российской экономики. Мы в Сибири, в Красноярском крае, и вы, наверное, кто здесь уже не первый раз знает, определили себя основной повесткой – это повестка конкуренции за человека. И все наши экономические и социальные программы нацелены именно на это. Мы создаем здесь современную систему образования, мы строим по последнему уровню систему здравоохранения, мы создаем социокультурную среду. И как раз проект универсиада был одним из ключевых сегментов в этом направлении. Реализовать те планы, которые уже сформированы правительством, самими регионами – это планы по созданию инфраструктуры, энергетической, транспортной инфраструктуры, а также по формированию зон опережающего развития, о которых сказал президент в послании в прошлом году. Сейчас обсуждаются основные параметры таких территорий опережающего развития. Правительство вскоре обсудит, как это может выглядеть, и будут готовиться соответствующие нормативные правовые акты. В любом случае, в таких территориях будет создана система стимулов, преференций, льгот, которые позволят с прибылью вкладывать частные деньги в эти регионы. Перспектива, конечно, единственная, а именно, что мы должны во всех этих аспектах повышать производительность нашей экономики. Для того, чтобы это делать, нам нужна конкуренция. Потому что была конкуренция, она нужна не только в экономике, она должна во всех сферах жизни, должна быть важная ценность, которую люди всюду хотят видеть в своем общественном обустройстве, в политической системе, в образовательной системе, в медицинской системе. Чтобы не было без альтернативности, только это может подстегивать повышение эффективности. Я понимаю, что Китай, Индия, да и другие страны, Корея, Индонезия, Филиппины, это огромные-огромные рынки. Поэтому наше появление на этих рынках, это просто является обязательным условием успешного развития на ближайшие десятилетия. Что для этого нужно? Для этого нужна, конечно, в первую очередь инфраструктура, реализация крупных логистических проектов, в первую очередь транспорт. Уже хотя бы по причине географического соседства у России и страны Юго-Восточной Азии много возможностей для сотрудничества, особенно в промышленности, добывающем секторе. И все же очень важная задача для вас сейчас – поиск новых идей для развития восточных территорий. Я путешествую по России последние пять лет, и особого прогресса, увы, не наблюдаю. Вам стоит заинтересовать азиатских инвесторов. Уделяйте побольше внимания продвижению своих возможностей. Они у вас есть. Все-таки на первом месте будет освоение ресурсов. Мы как бы говорим о уходе из ресурсной экономики, но освоение ресурсов и их переработка все равно пока являются важнейшей частью. Например, если брать Красноярскую, Красноярский край, то заработали в Ангкорское месторождение. Это новые серьезные источники, много доходов. Или там нижние приангары – это тоже отчасти реализация или невозобновляемых, или возобновляемых ресурсов. Поэтому все равно мы обращаемся, в первую очередь, к природе. Необходимо все-таки опираться на наше традиционное конкурентное преимущество. Им является минерально-сырьевой сектор. Но перенастроить, особенно крупные сырьевые компании, на то, чтобы они работали не по принципу «деньги в бюджет и на счета бенефициаров», только не на финансовый результат или не только на него, а прежде всего на развитие кооперационных связей, на развитие востребованных сервисных услуг, потребностей в машиностроении, инновации. Вот это та платформа, которая, по нашему мнению, позволит обеспечить прорыв России. У нас, помимо, собственно, налогов, где-то еще процентов 25 издержек предприниматель несет на действия, связанные с организацией дела. На заполнение безумного количества бумаг целыми грузовиками, на административную ренту, так мягко скажем, сети пузяток, на содержание огромного персонала, на выполнение регулирующих требований государства. Вот Потапенко, который организовал кучу видов бизнеса, говорит, мне в Словакии открыть новый бизнес – это в 4 раза меньше издержек, чем в России. Вот это убрать будет рост.